Я вам что-то расскажу, а потом, если вы захотите что-то спросить, я вам отвечу. Сперва формальные сведения. Появилась на свет Люся в 19-м году в Астрахани, в Дельте-Волге. Папа её был профессиональный музыкант, мама была оперная певица. Ну, вскоре девочка стала болеть, считала, что там очень влажный климат, и родителям посоветовали переменить место жительства. Ну, может быть, и поэтому, а может быть, потому что в это время все стремились в большие города. Они переехали в Москву. Папа её, в конце концов, стал дирижером Большого театра, а мама была солисткой Большого театра. Папа даже дослужился до звания народного артиста России. Мало того, он был довольно долго начальником управления музыкальных театров и музыкальных учреждений Министерства культуры СССР. Это довольно большая должность, которую он совмещал с творческой работой. Но они очень давно переехали в Москву, вскоре расстались, или, как спереди, разбежались. И Никтина Евгеньевича жила с Люсей, а Василий Васильевич жил самостоятельно. Ну, его я как Люсиного отца не знаю, потому что я с ним имел дело, вот когда он был начальником управления музыкальных театров, музыкальных учреждений, особенно в 1956 году, когда была Советная Шекспировская конференция. Вот я был ответственным секретарем этой комиссии, а он как руководитель музыкальных театров. Ну, там в Большом театре шел спектакль Ромео и Джульетта, это считался шекспировский спектакль. Потом были в каком-то провинциальном театре, был поставлен спектакль «Пензорские проказницы», как музыкальный спектакль. Ну, вообще, шекспировских спектаклей к этому не было не так много, поскольку с Шекспиром вообще было все непросто. В этот репертуарный сборник, который издавали раз в пять лет репертком, входили, по-моему, всего шесть пьес Шекспира. Причем каждый раз было сказано в связи с чем. Ну, прежде всего, от Элла, как о расовой несправедливости в Соединенных Штатах Америки, это главное, что важно было подчеркнуть. Ромео и Джульетта, как межнациональная рознь. Значит, был «Два веронца», как комедия, это, пожалуйста, много шума тоже, как комедия. Это разрешалось к постановке. Ну, и, по-моему, что-то больше я не... Конечно, никакой Ричард, ни Генрих, ни Макбет, об этом не могло быть и речи. Этих пьес вообще, ни Кориолана, этих пьес вообще не существовало. Они ни в сборники не входили никуда. Поэтому... Ну, и Гамлет, конечно, не входил никуда после 1932 года, он вообще был запрещен. Это вредная пьеса. Какие могут быть вопросы, быть или не быть? Конечно, быть. Вот. И, значит... Ну, Люся, когда приехала сюда, у нее с детства действительно... Она была очень хорошенькая, была очень музыкальная. Она, конечно, пела. И здесь поступила в Гнесинскую музыкальную училище по классу фортепиано. Ну, это ее... Хотя она играла на районе, но это ее не очень занимало. Ее больше занимало, конечно, пение. И она пела, но еще больше ее занимал вообще театр, чем музыка. И мама ее повела к Рубену Николаевичу Симонову. Причем, как Люся говорила, даже не в училище, не домой, и не в театр, а прямо домой. Вот, где они живут, это... Как называется эта улица? Там Голубкинский музей. Она называлась одно время улицей... Нет, не Вахтангова, как же она? Она называлась Щукинской. А сейчас она как-то по-другому опять называется. Ну, не важно. Дом 8 есть. Вот, и Рубен Симонову ее там посмотрел. Если вы обратили внимание, Галя Коновалова, когда о ней рассказывала, она так сказала, что Рубен Николаевич очень умел отбирать студентов, особенно студенток. Поэтому всех актрис в театре Вахтангова называли Рубеновые звезды. Потому что это было обязательное условие их вхождения в театр. Он очень был женолюбив, я бы сказал так. Вот. Хотя у него была жена, очень строгая женщина, был сын. Ну, тем не менее, вот Люся, значит, он сказал, что ей надо идти в театральную школу. И она пошла ведь тогда в училище вахтанговское, не было институтом. Она была на базе семилетки. Ей было 16 лет. Она поступила на первый курс. И в 1939 году, и очень вскоре она уже начала сниматься, какую-то она пионер-вожатую, но этот фильм никто, его и найти нельзя, пионер-вожатую какую-то она играла, а самый такой известный ее фильм был Антон Иванович Сердец. Причем она сама не пела, а пела Пантофельничецкая за нее. Да. Ну, таково было условие. Ну, сейчас уже никто Пантофельничецкого не знает. Вообще-то была замечательная певица, кадрная. И человек была замечательной, Дебора Яковлевна, я ее знал. Вот она пела за Люсю, а Люся играла там Примадонну. А во всех остальных фильмах пела уже сама Люся. И пела, и играла. Все это она делала сама. Вышла замуж она скоропалительной. Значит, она была 19-го года, а ее муж Месхиев, Алексей Месхиев, и шокурсник ее по Махтанговскому училищу, он был на два года ее старше, он был 17-го года. Но я боюсь вам сказать точно, как долго длился этот брак. Думаю, совсем недолго, потому что она уже до войны успела выйти замуж за Войтехова. Такой был драматург. Ну и, в общем, если с Месхиевым она рассталась, в общем, нормально, то с Войтеховым мне приходилось работать с ее архивом. Там малоприятная история происходила, он писал ЦК Комсомола, там у нее жалобы. В общем, смешно, когда расходишься с женой, почему здесь ЦК Комсомол? Ну, тогда было так принято, в парк-бюро обращались в Месхиевском. Ну, в общем, она писала папе, письма ее сохранились, что вот такая вот история. Но у нее начался безумный роман с Михаилом Ивановичем Жаровым в 43-м году. И она вскоре своей такой рассталась официально, хотя он не давал ей развод, но тем не менее до месяца. И она стала женой Жаровой. И она была его женой с 43-го до 48-го, 5 лет. Квартиры у них своей сперва не было. Они жили довольно долго в гостинице «Москва». Тогда многие еще после военно-жили в гостинице «Москва». А потом им дали крошечную квартиру вот напротив гостиницы «Астория», которая потом называлась «Центальная», вот на Тверску-Нагойково. Вот. Они жили там до 48-го года. А в 48-м году она познакомилась с Соловяном, очень увлеклась им. Ну, почему? При том, что она вот так вот говорила о Жаровой, как я вот рассказываю, это правда, и вот ради нее готов был, бог знает, что сделать. Но, может быть, перспективы какие-то другие. Ну, мне трудно гадать. Ну, Алабян ведь был в это время и президентом Академии архитектуры, и главным архитектором Москвы. Так что, конечно, возможности его и Жарова были разные. И хотя он был старше ее, по-моему, тоже так же, как и Жаров, но я думаю, что ей показалось, что это будет немножко другая жизнь, потому что она сказала, что при том, что Михаил Иванович был готов рубашку с себя снять, но возможности были очень ограничены материальными. А у Алабяна были совершенно другие возможности. Но она же не знала, что дальше произойдет то, что произошло. А произошло следующее. В 1949 году Сталин предложил построить на Семи холмах в Москве семь высоток. И поручено это, естественно, было главному архитектору. Но Алабяна сказал, какие могут быть высотки, когда люди живут в подвалах вообще, канализация течет, все не работает, все. Но, в общем, его вызвал Берия, поговорил с ним. Вот. И, как сказала Люся, она думает, что Берия доложила об этом Сталину. И, ну, доказательств никаких у Люси не было, но она так думала. И вскоре после этого Алабяна был молниеносно освобожден и о должности главного архитектора, и, естественно, о должности президента Академии художеств. По-моему, даже Академию художеств на всякий случай закрыли, чтобы не было лишних разговоров. Ну, и он очень это переживал. Очень. Ну, все-таки он прожил до, по-моему, 59-го года, или до 60-го. Вот. Ну, очень ему было трудно и материально. В общем, было. Ей стало много хуже, чем было прижарено. Она уже родила мальчика. Кино у нее сразу кончилось, потому что главное ее кино все закончилось примерно в 46-м году. Дело в том, что вот она снялась... Ведь фактически она играла одну и ту же роль. Она играла, она и не скрывала этого. Она играла своих современниц, вот таких очаровательных девушек. Действительно, девушка моей мечты. И она всем очень нравилась. И Близнецы, и Сердца Четырех, и Воздушный, как это, извозь? Да, все это были очень похожие фильмы. Ну, вот, единственный фильм, который отличался от них, это был фильм Эйзенштейна, который тоже в годы войны снимался. И она играла царицу, жену Ивана Грозного. Но известен факт, что она, конечно, была представлена как одна из полной центральной роли к Сталинской премии. Но так как окончательное утверждение было не за Сталинским комитетом, а лично за Иосифом Сырёновичем, он ее вычеркнул и при этом сказал, что царицы такими не бывают. И вот она была, ну, так сказать, сразу попала как бы в опалу, но она, в общем, не очень, мне кажется, это переживала, потому что у нее начали складываться тогда довольно удачно театральные сезоны. Она после Гали Пашковой стала успешно играть «Мадемуазель Нитуш» в очередь с ней. Причем я, например, хотел посмотреть именно Целиковскую, потому что я ее знал по кино. А попал я на спектакль с Пашковой. И это было очень жалко, потому что я ничего о Пашковой не знал. И она мне очень понравилась. Но все равно я хотел посмотреть Целиковскую. И я потом в следующий раз попал и увидел Целиковскую. И, конечно, я был доволен, потому что вот я ее знал по кино. Потом она играла Джинебру в «Глубоких корнях». Такая была пьеса о расизме в Америке. Там был негр Бретт, она была в него влюблена. Она была белая. В общем, это тоже спектакль, у нее такой успех. Потом она вместо Цицили Львовны Мансуровой сыграла перед заходом «Солнце» со Станговым. Это была роль знаменитая Цицили Львовны. И сыграла Рубен Далл эту роль. Ей она сыграла вот много шума вместо Целиковской, вместо Мансуровой. Ну, единственное, что, конечно, я думаю, может быть, было ей больно, хотя она об этом никогда не говорила. Турандот ей не досталось. Досталась Юлию Борисовой когда. И она вообще в Турандот не участвовала. Она же могла бы играть хотя бы там «Адель» или что-нибудь. Нет, она ничего этого не играла. Но вот с Турандот она напрочь не была никак связана. Ну, она играла и в маленьких трагедиях. Она не играла, слава Богу, ни в одной этой сафроновской дряде, ни в стрипухе, ни в стрипухе замужем. Бог ее миловал, и, в общем, она не участвовала там. Хотя ее тогда еще не муж, а, как теперь говорят, бойфренд Юра Любимов, он в стрипухе участвовал. Вот, все. Но он же не мог не участвовать. Он был актер, раз ему поручали. Ну, какие-то роли они играли вместе, скажем, вот много шума они играли вместе, Ромео и Джульетта они играли вместе. Он играл Ромео, она играла Джульетту. В общем, ну, как вам сказать, конечно, мне когда-то Рубен Николаевич сказал, что Бахтангов считал, что короли и королев должны играть не те, кто играет короля и королеву, а свита должна их играть. И поэтому в театре, для того, чтобы был настоящий успех у актрисы, то его надо делать. Надо вот все строить, ставить на вот этого одного человека. В театре нельзя ставить на двоих. Это не карточная игра. Ты можешь ошибиться. Но вот он ставил на Юлию Борисову. И, конечно, там было очень много хороших актеров и актрис в театре, которых пришлось отодвинуть. Тут уже Галю Пашкову и, скажем, Тоню Кунченко. Но там было очень много прекрасных актрис. Но вот строилось все. Весь репертуар строился так или иначе вокруг Юлии Кристины, которая вполне того заслуживала. Она очаровательная и талантливая, и все. Но, тем не менее, строилась все роли, самые такие выигрышные, доставались ей. Но Юлию это никоим образом не озлобило. Она, в отличие от всех знакомых мне актеров, особенно актрис, была необыкновенно образованным человеком. Потому что мужчин образованных я знал, книгачев, людей, много знавших помимо своей профессии, актрис образованных, так образованных, как Люся, я, пожалуй, больше не встречал. Дело даже не в том, что она, что по тем временам было невероятно. Она знала не только английский, она знала и американский. Те, кто знает английский, знают, что это, в общем, только кажется, что это один язык. Это, в общем, очень, они отличаются, значительно больше, чем, скажем, немецкий, на котором говорят в Баварии, на немецком, на котором говорят в Саксонии. Это очень разный язык. И она знала и тот, и другой язык. Это отмечали все, кто приезжал к нам в Москву на гастроли. Ну, особо у нее были отношения с Полом Робсоном, который ее обожал и говорил, что лучше нее никто не переводит. Но это отмечал и Пол Скофилд, и Петербург. И вообще, когда приезжали какие-то иностранные театры или гастролеры, то Эскин всегда приглашал Люсю. Она была хозяйкой бала. Она вела концерт, она вела стол, она вела все переговоры. И вот это было замечательно. Она делала это очень остроумно, по-хозяйски, без всякой развязности, с большим достоинством. Ну, и после смерти Алабяна какое-то время, ну, Алабян был, как мы могли посчитать, четвертым ее мужем, через некоторое время она стала, по-моему, гражданской женой любимого. По-моему, юридически брак у них не был оформлен. Вот, но это было... Она говорила, что это было 18 лет, но некоторые считают, что это было 15. Но это не столь важно, важно другое. Если бы не Люся, то никакого бы театра на Таганке и никакого бы любимого диссидента, ничего бы этого не было. Это вот я говорю вам, как живой свидетель всей этой истории. Значит, Любимов. Ну, что у него было за спиной? Ну, было училище, да, он кончил. Война началась. Он пошел не на фронт, он пошел в ансамбль НКВД. Ну, это неплохое место. Вот. И он там был ведущим концерты. Ну, конечно, это спасает от пули, от бомб, от всего. Значит, война кончилась, он пришел в Артангельский театр. Ну, он, безусловно, способный актер с хорошими внешними данными, он уже снимался в кино. Помните, был такой фильм «Кубанские казаки», он там играл все. Ну, и он играл и в фильме, в котором Люси играет, он там, француза, как «Нормандия Неман», он прилетает там. Ну, «Беспокойном хозяйстве». «Беспокойном хозяйстве». Вот. Ну, в общем, у Юры было много романов, он тоже внешне очень интересный. Вот. Но, в конце концов, все-таки победила вот Люся. И он стал фактически, ну, в всяком случае, это не то, что был роман, а, ну, они были как муж и жена, они жили в одной квартире вот здесь вот напротив американского посольства, в квартире, которую получила Люся после смерти Сталина. Она написала кому-то письмо, по-моему, Хрущеву, что вот они жили в ужасных условиях, и что вот эта несправедливость, и, в общем, им дали прекрасную квартиру, по-моему, на шестом этаже. Замечательная квартира, просторная, все комнаты могут быть и проходные, могут быть и изолированные. Там жила Екатерина Лукиншина, конечно, с ними до самой смерти, Юра там жил, и вот Сашка вырос, и Сашка женился. Вот, действительно, у них чудная эта невестка, Лида. Она очень хотела прийти сегодня, но они все заболели, у них у всех гриф. Вот, и, ну, вот уже теперь видите, вот этот Митя, которого вы сейчас видели, он уже на первом курсе института, он все хотел поступить в Охтановское училище, он почему-то и не поступил, поступил в какое-то институт управления, ну, я не знаю, может, он потом передумает. Хороший мальчик, очень, только очень высокий, 2 метра роста. Ну, тогда ему было 4 или 5 лет, вот, но он действительно, мне кажется, в отличие и от Саши, и от Карика, от Сашиного сына, он очень такой подвижный, он поет, он музыкальный, я думаю, что в конце концов он все равно будет актером, как он хочет, так пусть он поступает, я в это не вмешиваюсь. Ну, и им не советую, пусть как он хочет, так растет. Люся была очень, вообще это был очень гостеприимный русский дом. Это Катерина Киншина, у них огромный стол, который никогда не был пустым, всегда там все стояло. И у меня такой был, значит, там была одна такая сложная ситуация, и мы должны были встретиться летом, в конце лета, нет, не в конце, когда клубника поспевает, в июле? В конце июля, да. Ну, вот, мы должны были встретиться, значит, Завадская, Ефремов, Эфрос, я и Любимов. Ситуация была очень щекотливая. Значит, мы все пришли, кроме Любимова. Восемь часов было назначено, но они немножечко все опоздали, я пришел вовремя, но я-то живу через дорогу. Значит, я пришел первым, ну, в течение 10-15 минут собрались все. Значит, на столе красного дерева, никакой скатерти, ничего, красного дерева, огромный стол и колоссальная ваза клубники, посыпанная сахаром. Я очень люблю клубнику. И, значит, и такие вазочки, вазочки и ложка столовая, которой, значит, можно было все это убивать, пока он подавался, значит, чай, какие-то пирожные необыкновенные. Ну, 20 минут, ну, полчаса, ну, 9 часов в Завадске спрашивают у меня Боря Кескеса. Я говорю, откуда я знаю? Ну, Люся все ее, тогда же не было мобильных телефонов, ничего. Я пошел к себе, я говорю, а где Юра? Он же не пил, он же не забыл. Она говорит, он поехал, вот это я боюсь вам сказать, то ли в Пущино, ну, вот где-то какой-то академгородок недалеко от Москвы, ну, как недалеко, все-таки, ну, это не в Тулу, это в Московской области, там какой-то был академий наук, какой-то ученый поселок, вот там клуб, и он поехал, у него два сеанса. Один в три часа, а другой в пять продавались там билеты через общество знания, и он должен был получить за каждые 100 рублей, 200 рублей за это свое занятие. Он на своей машине, у него был москвич, даже не Жигули, он был москвич, он поехал туда и там выступал. Я говорю, ну, хорошо, но он же знает, что мы собрались, мы же договорились, все. Она говорит, я сама волнуюсь, ты его знаете, я не знаю, что, ну, вы только Алюсе не говорите, а то Алюсе начнет нервничать. Она, Алюсе все, то сядет поиграет, то попоет, то все, все, ешьте, ешьте, клубнику, кому еще чай, все. Десять часов в начале одиннадцатого, как преисподней появляется Юра. Сказать, что он был чумазый, грязный, это ничего не сказать. Просто, просто черт, просто настоящий черт, есть грязный, черти какой, все, чего он же был в хорошем костюме. Оказывается, машина где-то сломалась, кто, конечно, не мог ее ремонтировать, он мучился с ней весь, вот. И он сказал, когда он пришел, он сказал, на меня никто не смотрите, я иду в ванну. Он там вынулся, значит, в ванной, и потом вышел. Причем самое смешное, что мы все, правда, это было лето, поэтому мы все легко были одеты, но все равно, он вышел в халате. Это было очень смешно. И, значит, я рассказал за это время, что мне сказала Екатерина Лукиншина, и я ему говорю, Юр, ведь билет в ваш театр стоит с рук десять рублей, в Касе он стоил полтора рубля, но с рук стоит десять рублей. И там целая армия людей, которая в состоянии наживает на этом. Он говорит, ну и что? Я говорю, так что вы за ста рублей едете в Пущино или в Пушкино куда-то? Боря, я же в театре вовсе не занимаюсь продажей билетов, я же совершенно другим в театре занимаюсь. Те, кто занимаются продажей билетов, те не ездят давать концерты в Пущино, а я получаю в театре двести рублей в месяц мой оклад, а здесь я за один день получаю двести рублей, да еще наличные, без всяких налогов, без ничего. Так что это все правильно. Ну ладно, сейчас не будем это. У меня совсем клубники не оставили, а мы действительно все съем. Ну Люся ему принесла еще клубники, может это у них сдача, может быть сдача, я не знаю откуда, еще принесла ему клубнику, все, она все была довольна, что он приехал, все было спокойно, все. Но, вы знаете, когда он поставил доброго человека из Сезуана, это был третий курс, все думают, что это его курс, нет, это Страдумский был курс, это курс был чужой. Он как педагог там был, он поставил этот спектакль, злые языки, кстати, говорят, что он не один ставил, он вместе с Пештеляном, вместе с внуком Андреева, такой был Андреев, член политбюро, секретарь ЦК, но сейчас уже никто не помнит, конечно, но он был такой, вот, при Сталине. А что ты, Ленинградский Андрей? А? Ленинградский Андрей. Вот этого я не знаю. Андрей Андреевич, он был, кстати. Нет, это Жданов Андреевич. И Андрей был Андрей Андреевич. То, может быть, я не знаю, я только его по портретам знаю, я так его не знаю, у него вид был благообразный, но у них у всех был вид благообразный, их так рисовать. Вот, куда он делся, я не знаю, и он, значит, получилось так, что, когда поставили этот спектакль, Юра меня не звал. Я до этого видел, он поставил Калича в театре, первый раз спектакль, как режиссер, много ли человеку надо. Багновенный, выявили комедия, ничего там особенно лучше, всех там играла Понцева. Вот. Ну, что это, про что, я не помню ничего, вы меня расстреляете. Ну, багновенный спектакль. И вдруг Галя Пашкова стала меня звать, чтобы я не Юра, а Галя, стала меня звать на дипломный спектакль. А он еще не вышел, его еще кафедра не приняла этот спектакль. Спасибо большое, извините, ради бога. А он еще не вышел, и я не знал, что мне идти и идти. Ну, Галя так настаивала, я ее очень любила, я знал, что она страдала, она сама хотела играть эту роль в театре. И Юзовский для нее перевел эту пьесу и дал ей, чтобы это пошло в театре. Ну, у нас же к Бректу тогда было отношение ужасное, потому что, с одной стороны, он вроде бы был антифашист, ему в 1956 году даже дали Ленинскую международную премию, а с другой стороны, он же не был сталинист. Он же, когда уехал от Гитлера, он приехал в Финляндию, из Финляндии приехал в Москву. Когда увидел, что здесь творится, он уехал в Америка. Вот, поэтому к нему отношение было, скажем так, сдержанное. Вот, и если бы не ставились. Ну, кроме того, что в 1930 году Таиров поставил оперу «Нищев» в Камерном театре, но сам Камерный театр был под подозрением. Что такое вообще, Сталин говорил, что такое Камерный театр? Это что, для заключенных? Ему говорили, нет, Камерный – это в смысле маленькое. Ах, значит, для избранных, а не для народа. Так что все. Ну, а им уже дважды пытались закрыть, сперва его соединили с реалистическим. Это все равно, что в одной клетке посадить кошку с собакой. А с другой, ну, в общем, реалистический погиб, кроме Беленькой, кто там не остался. Вот. А Камерный не уцелел. Но зато он в 1949 году прикрыл благополучно. Я был на этом последнем спектакле Андрея Далекумре. Забыть это не могу. Это у меня произвело страшное впечатление, когда опустили противопожарный занавес, потому что артисты не вышли на поклон, когда занавес закрылся. Эти сметы долго, значит, все равно не открывался занавес, люди рыдали. Причем я вам скажу, что я вообще мало видел спектаклей в Камерном театре, три или четыре всего. Но это не был мой театр. Я любил МХА, малый театр в Ортанговской. А Камерный, вот, с этой особой пластикой, это было не Мирбольный, я не видел, конечно. Вот. Но Камерный это был не мой театр. Но все равно я видел, как рыдал весь зал, как люди чужие друг другу, голову на плечи, за что, за что, плакали люди, все. Ну, конечно, мне это закрытие вызвало века. Но самое страшное было, когда вот опустился этот железный противопожарный занавес, и в зале погасили свет, даже дежурные. Я до сих пор не могу забыть, это было в сорок девятом году, значит, это прошло шестьдесят лет. Семьдесят пять. Семьдесят пять? Ну, это ужасно. Ну вот, короче говоря, это ужасно. Это осniemyikki вся такие... А? Семьдесят. Лев, сорок десять lipstick. Сколько? Семьдесят пять? Шестьдесят пять. Без不好意思 др? У меня кричатый. Неin', да? В 49-й год закончился? 29 мая 49-го года. Я никогда не забуду. Ну не важно. Мы же не принимаем ЕГЭ. Это было ужасно, конечно. Но Галя так просила меня посмотреть, что я не мог не пойти. А это было очень жарко. Знаете, вот бывает сразу в мае в Москве начинается чудовищная жара. Прямо невыносимо. Ну, я пошел. Значит, я пошел. Это был 60... Это я еще не женился. Значит, это был 63-й год. Я пошел. И я обалдел, когда я подошел к училищу, сколько людей стояло, спрашивало. В Денестре, как на спектакль, что в училище вообще. Туда обычно ходят бабушки, папу, маму, пенсионеры. Я там бил, стоил 10 копеек. А тут вдруг толпа людей. Первое представление. Первый, кто меня встретил, был за хавом. Я сказал, зачем вы пришли? Это антисоветский спектакль. Он был ректор училища. Это антисоветский спектакль, я говорю, Васильевич. Что вы меня так сразу и настраиваете. Почему он антисоветский? Брехт, лауреат Ленинской премии за укрепление мира между народами. Что это за... Ну, вы увидите. Я на вас очень рассчитываю. Теперь я сажусь. Меня сажают в пятом ряду. И получается, это после прохода. И вот сижу я, рядом со мной, Алексей Иванович, Джубин, который главный редактор «Известий». А рядом с ним Рана Никитишева. Чем я знаю прекрасно и того, и другого. Потому что он же еще из комсомолки. Я его знал, когда он был еще завспортивным отделом. Ну, поздоровались, сели в спектакль. Но, конечно, я уже ему не говорю о Рюшах. Потому что все-таки он главный редактор. Хотя по возрасту я бы мог ему говорить. Но я вообще терпеть не могу. Тем более, зачем я буду подчеркивать, что я так давно его знаю. Ну, кстати, он дышался всегда очень просто. Ну, спектакль произвел у меня сокрушительное впечатление. Я просто был потрясен этим спектаклем. Равно, как и весь зал. Люди сидели на полу, на подоконниках. Вот это действительно держались за люстры. Что? А сколько было иностранцев. Весь дипломатический корпус. Как они это прознали? Что это было? Это же еще, имейте в виду, еще до отставки Крущева много времени. Много времени еще. И, значит, я просто, не знаю, я был в восторге. Когда спектакль кончился, я говорю, ну, мы тут делали все. Я говорю, Алексей Иванович, можно я завтра сделаю колонку? А у меня в «Известиях» была своя колонка. Первое впечатление. Такая 72 строчки. Вот. Ну, можно было сделать 74, тогда заголовок надо было в одну сторону. Вот. Я говорю, можно я сделаю на завтра? А в «Известиях» мы хотели утром и вечером. Было два выпуска. Ну, конечно, на утренний я уже опоздал, а ничем не на московский. И я никогда не забуду, он так поднял вот эту бровь. Сказал, надо подумать. Но если он сказал, что надо подумать, я понял, что ему думать не нужно, потому что он был полхозяином. Никита Сергеевич слушался его, как не знаю кого, и дверял ему. Раз он сказал, значит, ну, мне-то хотелось все равно. Я пришел домой, вместо того, чтобы выпить чай, позвонил молодому человеку, который только что сделал в московском комсомольце на должность заведующего отдела литературы и искусства. он еще был студентом МПУ, фурфака. Назвали его Женя, фамилия ему была Сидоров. Потом он будет министром культуры, послом, все. Ну, тогда он был просто Женя. Я ему позвонил домой. Он жил в коммунальной квартире. Я извинился, потому что это было уже около 11 часов вечера. Тогда вообще не разрешали в коммунальной звонить после 11. Но это было около. И Женя вот так-то и так-то. И он мне говорит. А он мне говорит, Борис Михайлович, представьте себе. А он мне говорит, Борис Михайлович, вы понимаете, если мы начнем писать о студенческих спектаклях, мы задохнемся. Потому что мы не успеваем отрецензировать спектакли профессиональных театров. А если мы еще будем про этот напишем спектакль и про то, я говорю, Женя, это только формально студенческий спектакль. Это колоссальное событие. Это театральное событие. Ну, если вы так считаете, конечно, я вам доверяю. Напишите. Напишите. Я написал статью. Ну, не то, что в номер, потому что это уже не первое впечатление. Это подвал. Потому что за первое впечатление в «Известиях» мне платили 100 рублей. Да. А за подвал в московском комсомольце можно было получить максимум 5 рублей. А вообще 4. Части 4. Ну, правда, тогда там мне писали сексуальные услуги в этой газете не предлагалось. Так что все балансируется. Ну вот. Значит, я написал эту статью. Тогда никаких не было факсов, шмаксов. Надо было все на трамвайчике отвезти. Ходил трамвай, кстати, туда. Я отвез. Все. Не надо было никаких пропусков. И Женя, не читая, конечно, отдал это. Я рукопись перевез. Отдал это. И на следующий день это было опубликовано. И мне позвонил, первым мне позвонил, такой был комедийный актер, который сейчас никто не знает. Очень смешно играл вот такие крошечные роли, но на ура. Григорий Мерлинский. Это он был комик прирожденный. Сын очень знаменитого какого-то адвоката дореволюционного. Но сам уже был очень опустившийся, всегда пьяный, всегда небритый, всегда нечистый. Но актер замечательный. Он мне первый позвонил в 9 часов утра. То ли с похмелья, я не знаю. Он всегда покупал утром газеты. Он уже прочитал мою газету. Мало этого, он уже позвонил Рубену Симонову, и он уже позвонил Юре. И сказал о том, что вот вышла такая статья, почему Рубену Симонову. Потому что я написал, что этот спектакль должен либо дать жизнь новому театру, либо его надо влить в труппу Махтанковского театра, чтобы театр взял второе дыхание. Значит, первым мне, к сожалению, позвонил не Любимов, а Рубен Симонов. И спросил меня, вы знаете, что такое второе дыхание? Это же спортивное, вы же спортом не занимаетесь. Это когда человек уже не может доплыть, не может добежать, ему плохо. И тогда вот считается, что как бы вот перед смертью он берет второе дыхание. Мы что, умираем? Я говорю, я не написал, что мы умираем. А зачем тогда вы написали второе дыхание? Я говорю, ну вы же играете Сафронова. Он говорит, так это нам ближе. Я говорю, ну вот вам ближе это, а мне ближе. Брэд, я поэтому считаю, что вы должны играть Брэд. Боря, когда вы будете руководить Вахтанковским театром, вы будете думать, что ваше мнение кому-то интересует. А сейчас он за это еще и попадет. Это антисоветский спектакль. Вас Захава же предупредил, представите? Вас же Захава предупредил, что это антисоветский спектакль. Я говорю, ну и что? Ну Захава ошибается. Как это Захава ошибается? Я говорю, это я беспартийный, а Захава коммунист. Я говорю, ну я тоже беспартийный. Это вас не извиняет. Ну ладно. Хорошо. Через некоторое время мне звонит Любимов и говорит, как вам разрешили, кто вам разрешил напечатать эту статью? Я говорю, а вы что-то уже не довольны? Он говорит, почему тоже? Я говорю, ну потому что я только что объяснялся, что он говорит, нет, я очень доволен, но я не понимаю, как это можно было, кто это мог разрешить напечатать. Я говорю, да я ни у кого не спрашивал разрешения. Я просто предложил, а не напечатать. Ну хорошо, а что там нет цензуры? Я говорю, Йора, но откуда я знаю, что там есть? Меня интересует. Я сдал, чтобы это было напечатано, и чтобы после первого Лиза мне заплатило то, что мне полагается кассир. Тогда не было карточек, шмарточек. Приходили все первого числа и получали гонорар за предыдущий месяц, если это было, до 25-го числа. Причем там была общая касса для вечерки, «Московская правда», «Ленинского знамени». Это было одно издательства «Московская правда», и одна, она сидела, это Лиза, она всем платила. И значит, это было все очень сложно. И не надо было никакого паспорта, она всех знала при лицо и списывается там все. Ну и значит, я говорю, так что? Нет, Боря, ну так не бывает. Я говорю, ну хорошо, что у вас есть какие-то претензии? Нет, мне важно знать, на каком уровне решился этот вопрос. Я говорю, вот на моем уровне. Он говорит, ну это не уровень. Я говорю, ну что делать? Ну теперь напишите опровержение. Да нет, я очень доволен. Я говорю, что вы мне допытываетесь? Ну, Люся взяла трубку и говорит, Боря, вы его не слушайте, он счастлив. Мы ему купили газету, он счастлив, все. Вот, ну теперь будем действовать. А через некоторое время, ну месяца через полтора, появилась статья «В правде» Константина Симонова, где он рассказывал осторожно, но примерно ту же самую мысль. И тут заварилась каша. Почему? Потому что в это время вышла статья против Плотникова. А Плотников много лет был главным режиссером этого театра. И в литературной газете появилась статья, вроде бы как, вот, последствия равнодушия или в итоге равнодушия. Ну, я тебе скажу, что вот в Москве существует такой сугубо провинциальный театр, и всем на этом глубоко наплевать. И кресло под Плотниковым сильно зашаталось. Но в этот театр, помимо любимых, намылился Евгений Данилович Сурков, который вообще никакой не режиссер, очень талантливый критик, но он хотел стать художественным руководителем этого театра. И у него возможности в этом смысле в ЦК и везде. Он был очень доверенный человек и проверенный. У него были возможности очень большие. И поэтому то, что Симонов написал в правде, это было очень существенно, значительно существеннее, чем то, что я написал в газете, которую вообще никто не читал. И вот через некоторое время уходит постановление о том, что этот курс вливается в театр, в Плотникова уходит. Он вскоре умирает, он сперва перешел на радио, потом он умер. Он приличный был человек. И Любимов входит со всей вот этой своей компанией туда. Ну, конечно, часть людей сама ушла, часть, в общем, он создал такие условия, что они вынуждены были уйти. В общем, от того театра практически почти ничего не осталось. И он стал ставить спектакли. Не все были такие удачные, как добрые человеки Сузуана, далеко. Но с первого дня, как пошел там этот спектакль, театр убрали штурмом. И вот скоро будет 50 лет. Он открылся официально 23 апреля 64-го года. Первое вечернее представление было в этом году. И надо сказать, что, конечно, серым кардиналом, если можно так сказать, и фактическим руководителем этого театра была Люся. И почему я вам так подробно об этом сегодня рассказываю, потому что она была очень начитанная. Она делала инсценировки, она выбирала пьесы, она выбирала репертуар. Но когда спектакли закрывали, то я был свидетелем этого, вы можете мне поверить. Она звонила там помошнику Брежнева или кому-нибудь, и она ни о чем их не просила. Здравствуйте, Влада Иванович. Это говорит Целиковская. Знаете, мне кажется, что вот там безобразие творится. Этот спектакль ни в коем случае нельзя запрещать. То есть она говорила, она их не просила, она говорила как руководителя. Она помогала им в решении вопросов. И очень часто она одерживала победу. Может быть, в силу женского обаяния, в силу своей популярности, которая у нее была необыкновенная. Может быть, все это давало ей вот такую вот уверенность человеческую. Я боюсь вам сказать, но это не было бы таким вот унижением, там, вот пожалуйста, ну вот сделайте. Ничего подобного. Она помогала этим людям принять правильное с ее точки зрения решение. И, в общем, пока Юра был с ней, театр был, в общем, в полном порядке. А как только вот он связался с этой новой своей супружницей, это случилось, когда он поехал в Венгрию ставить спектакль, она была там его переводчицей, она намного моложе Юси. Юра 17-го года, 30-го, он родился 30-го сентября 17-го года, а Люси родилась 8-го сентября 19-го. А эта Каталина, по-моему, 32-го или 30-го. Она много моложе его. Ну, в общем, она его захопутала. Я с ней знакома, женщина она приятная. Ну, она родила сына, тем не менее, Петю. Хотя у него есть взрослый сын Никита, примерно моего возраста. Он чуть моложе. Ну, ему же самому вот ура. Так что, вот. Ну и, в результате, надо вам сказать, что эта Каталина его загнала в тупик, потому что вот эта его так называемая вся антисоветская деятельность началась вот именно с приходом этой Каталины. Потому что, ну, спектакли многим действительно закрывали, действительно была цензура, всё. Но никто же из этого не разбегался, понимаете. Вот. А он сам оказался в какой-то степени, на каком-то этапе, в очень нехорошей творческой форме, именно при ней, понимаете. И особенно вот, когда он выпустил спектакль «Преступление и наказание», это был очень неудачный спектакль. Здесь, в Москве, сперва. Потом он поехал его повторять в Лондон. И было неинтересно, хотя там Высоцкий участвовался. Это было... Это не было... Это не было его победой. У него было несколько замечательных спектаклей. Скажем, ну, тоже не только добрый человек, но, скажем, Азорий здесь тихий, павший, живый. У него были очень интересные спектакли. Ну, не все. Лермонтов, скажем, мне кажется, это было неудачно. Пугачев – хороший был спектакль по «Есенинам». Ну, все это, конечно, субъективно. Одним нравилось одно, другим нравилось другое. Я, например, не очень принимал Гамлета, хотя я знаю, что он очень многим нравился. Но у меня не было такого активного неприятия Гамлета. Я не могу этого сказать. Но мне казался этот спектакль очень странным. Очень странным. Больше всего мне нравился занавес, который пригубил Боровский. Это у меня производило самое большое впечатление. Дело не в этом, в конце концов. Но Люся, вы понимаете, она внешне не была хозяйкой театра. А по сути своей она через него все делала не для себя, а для него. И она очень тяжело пережила это расставание, но очень достойно. И очень тяжело она умирала. Вот и Сашка был в этом смысле на высоте. А потом, знаете, у нее было одно качество, о котором я тоже хочу сейчас вспомнить. У меня была статья, кстати, в московском комсомольце. Называлась она «Тревоги влюбленного». Она была посвящена ситуации Ксер-Тревоккангова при Жене Симонове. Это уже было много лет спустя. У меня уже не было Рубена лет через тридцать после. Тревоги влюбленного. Причем самое смешное, что она вышла, когда меня не было в Москве. Я был в Казани. И мне в Казани позвонил Женя Симонов. Он взял у моей жены телефон номера гостиницы, где я останавливался. Позвонил мне и говорил «Слушай, я тебя считал другом и интеллигентным человеком. Ты что, через газету решил со мной выяснять отношения? Ты не мог мне позвонить и сказать все, что ты написал?» Я говорю «Женя, ты же меня встретил на правом контроле и сказал, что ты меня будешь ждать с бутылкой коньяка в своем кабинете, когда кончится спектакль». Он говорит «Ну ты же не пьешь, это не важно, но ты же сказал, да?» Я говорю «Ну так я зашел туда, мне Иванов сказал, что ты увидел мое лицо в зале и сказал, что тебе уже достаточно, что ты видишь по моему лицу всю лицензию. И что ты ушел домой, один будешь пить коньяк без меня». Он говорит «Ну это правда». Я говорю «Зачем ты написал эту статью?» Я говорю «Ну как зачем?» «Потому что это ужасно то, что происходит у тебя в театре, это ужасно». «Ну ты знаешь, тут вся эта черная сотня против меня ополчилась». Я говорю «Женя, все не разговорки были, а международные, вот я приехал». Меня позвали на партсобрание, у них была открытая партсобрание по обсуждению моей статьи. Но за это время, что я был в Казани, подсуетились и вышли еще две статьи. В правде была статья Миши Швидкова, он тогда не был министром, он был просто критик. О московских новостях Нины Акишевой. Вот три статьи хотели обсуждать. Но, вообще, полагается, если ты уже выступил в печати и тебя приглашают на обсуждение, ты должен об этом предупредить редакцию, таков закон. Потому что, может быть, редакция скажет, что ты не ходил. Да. Но я позвонил в редакцию, по-моему, тогда, когда тыкина была, я не помню. И они говорят «Мы спросим у редактора». Редактор сказал «Не ходите, знаете, они вас могут спровоцировать, оскорбить и все». Я говорю «Мне оскорбить нельзя, я не обидчивый. В крайнем случае я промолчу, вот все, что может быть». Я говорю «Ну не ходить тоже глупо. Ну, смотрите, мы потом не будем вас защищать, если там вот что-то». Я говорю «Ну, мне не надо. Я сама буду за себя сам поставить». Но эти не пришли ни Швидко, ни Нина Акишева. Я был один. Я был потрясен, что собралась вся трупа. И первым был секретарем парк организации, тогда Женя Федоров, это брат Сашки Збруева. Он открыл это собрание, сказал, что вот были три статьи, что парк бюро считает, нужно это обсудить и все. Вот он сказал, мы пригласили трех авторов, но те пока задерживаются. Вот как вы сегодня говорили, давайте подождем еще. А вот один автор пришел, мы будем сейчас это все знать и все. Кто хочет говорить? Первый – пожалуйста, у нас свободное. Нет? Женя встает. Он говорит, я хочу. Он без партии. Я хочу говорить. Он говорит, пожалуйста. Он выходит и говорит, что вот, я считал, у нас в семье вообще считают, что более интеллигентный человек, что писать доносы – это вообще последнее дело, это в 1937 году, с такими людьми руку им не подавали, которые писали доносы. Это не статья, это доносы, что ты не мог мне все это сказать, чтобы я в тебе не поверил. Все. Я молчу. Я сидел в последнем ряду, если меня врат давать до синей никого, все время говорил, не нервничайте. Я говорю, я не нервничаю. Значит, все, он это выговорил. Потом говорит, у меня грандиозные планы. Никто не знает. Я собираюсь этот театр превратить в театр поэтической романтики. И начал говорить, я буду сейчас ставить трилогию Пушкина, буду ставить трилогию Толстого, я буду ставить то вообще, буду ставить какие-то пьесы Шекспира. Кроме того, я написал сам пьесу о Дмитрии Донском в стихах и еще о Куликово Поле. Люди в ужасе. Все переглядываются. Просто выступают больной человеком. Люди собрались, чтобы обсуждать статьи о трагическом положении театра. Причем, моя статья была наиболее корректная по сравнению с тем, что написали Шеккой. Они еще хуже написали. Конечно. И не говоря о том, что у меня московского комсомольца, а это правда, московские новости, это совершенно другой тираж, другой вес у тебя газеты. И, значит, вот вам ситуация. И, значит, ну, он все. Его никто не перебивал. Он говорил долго. «Вот ты будешь играть у меня Дмитрия Донского, а ты будешь Габлета». Он всем тут артистам все рассказал, кто что будет играть. И, в общем, это собрание надо прекратить, сейчас это надо идти репетировать. Федоров Женя говорит, Евгений Руданович, простите, я иду в собрание. Вы же присутствуете на открытом партийном собрании. Вы же не член партии. Да. Ну, не важно, я сочувствующее. Он говорит, ну, сочувствующее. Ну, решать коммунисты, когда закрывать собрание, когда открывать. Значит, вот. Ну, он обращается ко мне и говорит. «Боря, вы хотите что-нибудь сказать?» Я сказал, что все, что я хотел, я написал. Зачем нет? Я хочу послушать уже, не позволяю мне, чтобы я дополнял статью. Если вы думаете, что я буду просить прощения, я не буду, я хочу послушать, что вы скажете. Встает за монтировочным цехом. Член партии, кстати. Выходит и говорит. «Дорогой Евгений Рубенович, вам нужна помощь хорошего психиатра. Вы получили три статьи, после которых нормальный человек кладет заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности. Или, в крайнем случае, бросается с моста в реку. А вы вместо этого выходите, как будто бы вы сегодня получили Нобелевскую премию и рассказываете о своих прекрасных планах, то, что будет играть, о ваших пьесах, которые вы написали в стихах. Мы уже их читали, что вы что, действительно думаете, что кто-то может... Ну, вам в кои веки было сказано в трех газетах, три разных человека сказали. Вот это все, кто здесь сидят, все такого же мнения. Хотите, мы сейчас делаем голосование, хоть кто-нибудь станет ли на вашу защиту? Женя говорит, да, я хотел бы. Ну, кто? Женя Семенов говорит. Тогда Женя Федоров говорит, ну, кто хочет. Встает на мой и говорит, Евгений Рубенович, я вам всем обязан. Но то, что сейчас происходит в театре, больше терпеть невозможно. Вам надо уходить. Следом за ним встает Этуш. Следом за ним встает Миша Ульянов. Встает Граба. Ну, просто все говорят одно, абсолютно и то же. Когда уже выступило? Ну, человек одиннадцать, наверное. Очень коротко. Только вот уходите. Директор молчит. Олег молчал. Тогда вдруг встает Люся Целиковская, которая, кстати, сидела со мной в последнем ряду, но только я с Марьей Давыдовной, а она через кого-то сидела чуть дальше. Она встает и говорит, может, а мне? Женя говорит, пожалуйста. Она вышла и сказала, может быть, все и правда, что написано в этих статьях. Но я хочу вам сказать, что театр Бахтанга всю жизнь был силен тем, что все, что у нас происходило, происходило за закрытыми дверьми. Если мы вынесем это наружу, театр наш погибнет. Нам надо самим все решать. Мы не можем. Мы другие. Изначально другие. Я очень хорошо отношусь к Боре. Но Боре не должен был этого делать, потому что это спровоцировало вот то, что сейчас было. Мы должны были сами внутри театра все. Это все правда. Но мы должны были сами внутри театра все это сказать и все это надо было сделать. Мы этого не сделали. Давайте сделаем это сейчас. Давайте поможем. Но если мы начнем рвать, если мы начнем расправлять, понимаете, у нее были слезы на глазах. Она сказала, я вошла в этот дом, когда мне было 16 лет, Круган Николаевич. И он меня благословил. И я счастлива, что я прожила здесь всю жизнь в этом театре. Вы знаете мое положение. Я сейчас на выходных ролях. Я в мистерии вхожу с одной фразой. Я дорожу этой фразой, дорожу этим театром. Это как мой сын, как мой дом. И как вы можете вот так вот безжалостно, бездумно, а кого вы, вот вы говорите, пусть он уходит. А кого вы хотите, чтобы кто был. Мы не можем. Склока всегда все губит. Вы знаете, у меня ее выступление произвело потрясающее впечатление. Почему? Она ведь понимала бессмысленность своего поступка. Это все равно, что идти спасать человека, который тонет в море в девятый вал, это значит, ты его не спасешь и сам погибнешь в нем. Это только в момент безумия можно сделать. Понимаете? Как бы ты нехорошо не плал. И она на это пошла. Я потом с ней разговаривала. Я говорю, ну как вы могли это сделать? Она говорит, а как я могла этого не сделать? Я понимала, что они меня не послушали. Кстати, собрание после нее прекратилось. Женя сказал, знаете, уже пора начинать репетиции. Собрание начиналось в 9 утра, до начала репетиции. А это было уже 11. Он сказал, надо прекратить собрание, мы его продолжим в следующий вторник. С утра, тоже в 9 утра. Но я уже на второе собрание, конечно, не пришел. На второе собрание зато пришло отдел культуры ЦК партии, горкома партии, бюро ЦК ПРСФСР и все. Но уже ничего сделать более нельзя, потому что уже наслышанные тем, что было, в общем, Жене пришлось уйти. И Ульянов стал тогда художественным руководителем театра. Это тоже не был лучший выход. Но он хотя бы не ставил спектакль, понимаете? Он пытался, он приглашал каких-то режиссеров, что-то делал, все. Но, конечно, это все равно было очень тяжелое положение. Но я почему вам об этом сейчас рассказал? Потому что это очень характеризует Люсю, вы понимаете? Вот она такой вот... Бескрашная женщина. Да, она, понимаете, она могла... Вот она считала, что она имеет на это право. Вот такой был смешной случай меня лично касающийся. Значит, я семь раз был делегатом съезда ВТО. Семь раз за свою жизнь. И вот, я не помню, какой из этих семей раз, решили меня не допустить до этого съезда. Но ведь как выбирается на съезд? Сперва первичная организация. Для меня тогда первичной организацией был Театр Образцова. Туда прислали человека, который сперва проводится в партгруппах. И на партгруппе говорится, ну, в Театре Образцова все знали, что я такой общественный деятель, как же так, член Совета. И сразу меня предложили. Я говорю, знаете, мы хотим немножко ротацию. Там, знаете, в Горкове считают ненужные все. И, значит, нет, они сказали, мы не согласны. И меня выбрали. Только пока не на съезд, а на городскую конференцию. Потому что городская конференция будет выбирать на съезд. Теперь городская конференция. Я этого не знал. Мне никто не говорил о том, что было в Театре. Городская конференция. Я, опять же, не член партии. Поэтому я на партгруппе не была. Она собирается на полчаса раньше. И там опять меня не было в этом списке. И Юра, который член партии, любимый. Это да, они еще были мужем и женой. Естественно, говорит, а где же по-юровски? Юрий Петрович, вы знаете, в горкоме партии возражаются. У него неправильная позиция в отношении малого театра, в отношении художественного театра. Он заглуждается и в горком партии не рекомендует. Ну, кто-то начал говорить, а кто это знает? Ну, я это знаю, говорит, жаром. Я секретарь партии организации. Потому что у меня с жаром прекрасные отношения. Когда встает, такой был профессор Дмитрий, и говорит, что мы будем устраивать сейчас в дискуссию. Мы коммунисты. Существует демократический централизм. Есть ли нам большинствующая организация? Говорит, что нет. Что мы будем это обсуждать? Принимаем мы это к сведению. На этом все скончаем. Ну, выступил неожиданно Павел Хомский. Он тогда только переехал в Москву. Он говорит, я-то больше всех должен был бы голосовать против Бояровского. Потому что меня сняли в Ленинграде после его статьи. Да еще в газете напечатали, что в связи со статьей Бояровского принято решение освободить Хомского от должности главного режиссера. Я должен был бы первым. Но вы знаете, он самостоятельный человек. Конечно, он многим портит нервы. Но мне кажется, что мы будем его из-за этого травить. Это же неправильно. Я считаю, что все равно проголосовать меня не выбирать. Теперь собрались все уже беспортийные коммунисты. В одном большом зале, там 450 мест. Единственный вопрос ставится. Выбор делегатов на съезд. Значит, встает Андрей Миронов и говорит, скажите, пожалуйста, а голосование будет тайное или открытое? Он был беспортийным. Туманом говорит, ну какое тайное? Зачем нам это тайное голосование? Это насколько времени надо печатать бюллетени, счетную комиссию, у людей вечером спектакли, что мы же собрались между репетицией и спектаклей. И вообще, какие у нас тайны могут быть друг от друга? Мы же одна организация. Партгруппа все это уже обсудила, так что это чисто воды формальность. Ну хорошо, если это чисто... Давайте, читайте этот список. Выходит кто-то по поручению партгруппы, читайте этот список. Там 71 человек. Столько, сколько квот от Москвы. Ну, хорошо. Ну вот, есть предложение голосовать списком. Тогда встает Целиковская, она же беспортийная, и говорит, позвольте, мы должны этот список обсудить. Что значит голосовать списком? Ну это вы, коммунисты, приняли. Но большинство-то здесь беспортийных. Во сколько там было? 50 человек, а нас здесь 450. Давайте обсудим. Тогда Ажаров говорит. Ну что же мы будем обсуждать каждого человека? Она говорит, а почему нет? Мы же доверяем нашу судьбу, наша организация, все. Ну, товарищи, я не знаю. А что вас не устраивает, в частности, Людмила Васильевна? Тогда Ажаров говорит, меня не устраивает, что там нет Пуеровского. А она сидит рядом с любимым. И Жаров что-то говорит Туманову. Туманову. К Алексею Михайловичу. Что, ну, девушка, наверное, что это муж и жена. Я не знаю, что он не говорит. Тогда, а ведь уже невозможно, уже тогда встает Туманов и говорит, Людмила Васильевна, если вы хотите выступить, пожалуйста, пройдите к трибуне и скажите. Ну, пожалуйста. Она проходит к трибуне и говорит, вот, всех моих, значит, достоинствах, вот, что вот она считает, что это да-да-да-да-да-да. Тогда Туманов говорит, хорошо, мы сперва проголосуем за этот список, а потом отдельно будем обсуждать Пуеровского. Туманов говорит, вы что, меня за дуры держите? У вас же года всего 71 человек. Как только мы проголосуем за этот список, он же будет уже 72-й. Она говорит, я не подумал. Напрасно, Владимир Михайлович, надо всё думать. Значит, либо мы будем сейчас… Они стали с жаром обсуждать это всё. И тогда Туманов говорит, ну, если всё дело уперлось в Пуеровского, то зачем нам обсуждать здесь этот список? Давайте сделаем так. Давайте проголосуем, спросим открытым голосованием, кто за то, чтобы Пуеровского ввести в этот список? А уж кого мы вычеркнем, это мы сами решим. Кто за то, чтобы ввести Пуеровского? Пожалуйста. Поднимаются. А я сижу в последнюю минуту. Поднимаются. Много рук, но мне неудобно смотреть, конечно. И они тогда говорят, а зал же там состоял из трёх разделов в старом доме актера. Они говорят, вот вы считаете левый, этот справа, да, там, с близью. Они там считают 128, 185, тогда встаёт Табаков, который сидел в первом ряду и говорит, слушайте, ну что вы дурака валяете? Вы нам объявили, что в зале зарегистрировано 455 человек. Все имеют полномочия, все делегаты выбраны. Значит, давайте проголосуем, кто против того, чтобы Пуеровский. И тогда я всё-таки по арифметике имел пять. Я всё считаю, сколько за. Жаров говорит, но это противоустав. Так почему? Ну, потому что ведь Целиковская предложила Пуеровского ввести, значит, сперва надо голосовать, кто за, а потом, кто против. Тогда Табаков говорит, а Пуеровский в зале? Жаров говорит, да, он там, он в зале сидит. Пуеровский, можно мы сперва проголосуем, кто против, а кто за? И один человек против против. Он говорит, ну так что вам нужно считать? 455 человек, один против. Значит, остаётся 454 за. И Люся встаёт и говорит, как вам не стыдно, обращаясь к президенту? Ну, что, зачем вы превращаете вот собрание взрослых людей в цирк? Ну, что значит, мы сами решим, кого вы вычеркнем? Кого вы вычеркните? Кого? Если вы говорите, что у вас всего 71 место, кого? Вот давайте мы с вами вместе сейчас решим, кого вы вычеркнем. Они начинают читать в алфавитном порядке. И, конечно, там был Абалкин. Как только прочитали Абалкина? Они сказали, вот, его вычеркните. Вычеркните. И кто за то, чтобы понять, кто против? Три человека. Ну, всё. Теперь список ясный. Кто это всё организовал? Люся. Её никто не просил. Я её не просил. Ничего. Просто ей, видимо, Юра рассказала про то, что было на партгруппе. И она всё воспринимала. Она была отчаянной, совершенно такой, ну, хулиган, я не знаю, дезорганизатор. Потому что она была очень, действительно, женственная. Это всё верно. У неё была последняя, на мой взгляд, выдающаяся работа. Ну, в кино я тоже считаю, в Лесе это замечательная работа. Вы подумайте, сколько ей лет, когда она снималась. Паштнёром у неё был Садальский. Это такая рискованная. Ну, это и Мотыль был одет, что он всё сделал. Его тоже увидел, к сожалению. Но у неё, Юрбен Симонов, в пьесе «Коронация» Зорина дал роль, ну, типа, Шапошниковой, которая была секретарём Горковой, или Фурцевой. Ну, такой, знаете, вот очень важной, очень важной партийной дабры, которой очень многое зависит в нашей стране. Не в одном учреждении, а в целом. Это очень, очень, очень влиятельная женщина, которая знает, что она, что за ней большая сила. И вот иллюзия. А «Коронация» — это потому, что там речь идёт, этот учёный очень большой, которого играл Плотников. Это тоже была его очень интересная работа. Он вообще не хотел этого юбилея, этой коронации, ничего. Но эта пасхалова, она всё это устраивала, понимаете? Это была её блестящая работа. Но начинал этот спектакль Рубен Николаевич, он её назначил, но он вскоре скончался. И поэтому выпускали это уже без него. Но всё равно спектакль был очень удачный, но его вскоре сняли именно в силу того, что она слишком хорошо и очень хорошо узнаваема была, понимаете? И, конечно, все эти аппаратчики, это было ещё до перестройки, они, конечно, настроились вот таким образом. Мы потихоньку, потихоньку этот спектакль порекомендовали. Можно же снять спектакль раз и снять, а можно сказать потихоньку. Он идёт там раз в два месяца, потом раз в три месяца, а потом вообще не идёт. Вот, конечно, она очень переживала, потому что это была её очень большая удача. Но, тем не менее, ничего сделать она с этим не могла. Так что она была человек, на мой взгляд, очень достойный. И не могу сказать, что она себя не реализовала, хотя бы потому, что в первые 20 лет театр на Таганке, хоть формально она к этому не имеет отношения, но, по сути, это было главное, что она сделала в своей жизни. Ну, не считая сына, который вот Саша очень достойный человек, он теперь строитель. Вот это, конечно, главное, что она сделала. Ну, а что у неё было? Там мужья или романы? Ну, что? Мне кажется, это её частное дело, это никого не касается... Ну, каждый живёт, как он хочет, ничего, она никаких подростей ни по отношению к кому никогда не совершала. Поэтому у меня лично к ней глубочайшее уважение и человеческое, и профессиональное. потому что она была... Ну, вот есть такое понятие... Поведочный и достойный человек. Вот, я думаю, и то, и другое в полной мере её характеризует. Вот это... Мне даже важнее, чем то, что она была по-настоящему талантлива, что она была красива, обаятельна. Ну, вы слышали, что Миша сказал? Что в божнице её поместили портрет рядом с иконами, что вот такие у неё глаза были. Эта женщина не знала, кто, ну, ассоциировала её со святыми. Понимаете? Ну, Люся не была святой, отнюдь не была святой, она была абсолютной грешницей, но она была в высшей степени порядочным человеком. И, как говорится, ну, в этом году, вот летом, 8 сентября... Летом она умерла. 8 сентября этого года ей было по 95 лет. А умерла она в 92-м. У неё с арифметикой... В 20 с лишним лет назад? Да. В 84-х? Да, да. И у вас есть какие-нибудь вопросы? Я вас умолю. Не умолю, наоборот, добавить будешь. Спасибо. Не умолю. Не умолю.